О, теперь увижу. Теперь здравствуйте еще раз. Ну давайте, рассказывайте, что у нас там случилось. Рада знакомству. Смотрела ваши. И самой приспичила. Бывает. Была восхищена, как вы вставляете мозги на место девочкам. Я, значит, уже смотря на то, что совсем не молодая девочка, но вот приспичила. 44 года мне Ирина, я ваша теска. Это еще не возраст. Так, может, у меня микрофон, что-то я вас плохо слышу. Давайте я погромче, может, сделаю. Ага, будет вроде нормально. Вот так слышно? А, ну да, что такое. А если я вот так сделаю, вот так вот нормально? Да. Ситуация у меня такая, прям уже захотелось побыстрее к вам. С мужем прожила 25 лет. И назрела ситуация развода. Появился у меня мужчина. Пять месяцев как. И, в общем, все, с мужем мы уже дошли до ЗАГСа. Уже подали заявление. Вот месяц назад. В назначенный срок не пошли. Но не по причине того, что помирились. А по ситуации с квартирой. Хотелось закончить там апотечные дела. Вот, чтобы не фигурировал там развод. Вот из-за этих дел. Вот, муж узнал, значит, что у меня мужчина. Ну и на развод мы по этой причине же как бы. Вот. Он очень, ну так, удручен. Наверное, сказать, что для него это... Неожиданно, наверное. По меньшей мере. Ну, что ли, гром среди ясного неба. Потому что мы жили, в общем-то, так неплохо. Можно сказать, измен не было. Но напряженки были, в общем-то, на протяжении всей жизни. У меня даже пару раз уже было желание у самой развестись с ним. Двое детей у нас с ним. Две девчонки, уже внук вот сейчас годик. И сейчас, да, тут мужчина уже все предлагает и замуж, и жить вместе. Он на 17 лет меня старше. Вот так. А вы туда зачем? Ирина, вы туда зачем? Ой, западает, я не слышу. Вы туда зачем, скажите мне, пожалуйста. Что скажите? Вы к этому мужчине зачем? Что так притягивает? Вы действительно туда хотите? Или, ну, вот причина. Если вы сомневаетесь, как я вижу, вы сомневаетесь. Я, нет, к нему как раз я не сомневаюсь. Я пытаюсь сейчас понять. Муж последние буквально два месяца все кружит, вьется, помирится. И слова научился говорить, и поступки научился делать. Чего, в общем-то, по жизни мало я видела. И клянется и божится, что все будет хорошо. Посидели мы с ним вечер, мы там поплакали вместе. Вроде бы как-то я на какой-то период говорю, хорошо, да, я не буду, все. Но чувствую, что не получается у меня с мужем. И не тянет к нему. И о том думаю. Именно думаю, то ли это не могу понять. То ли любовь, то ли чувство вины такое. То ли боязнь ему причинить зло. Ну, как бы уже попросила прощения, что больно сделала. Он просил, все, готов все забыть. Вот. Ну, у меня к нему что-то как-то вот. Вы у меня хотите разрешения попросить, Ир? Ну, вот как так, может, взрослый человек? Вот давайте, да? Есть мужчина, которого люблю, он меня любит. Ну, вот вдруг неземная любовь, допустим. О чем тогда жалеем-то? Значит, где-то что-то не сходится, давайте разбираться. Здесь все привычно. Здесь, ну, там плюс-минус все отлажено как-то. Значит, там что хотите? Зачем вы туда идете, чего здесь не было? Там я вот за это непродолжительное время общения даже увидела, как может мужчина относиться к женщине, как, ну, как к слабому, что ли, существу, или как оберегать ее, вот прямо брать какие-то прямо заботы на себя. И здесь рулила все я. Мне приходилось прямо много-много чего делать. Не посоветоваться, не общих целей поставить. Не, все подталкивала, как-то подпихивала. Я, в общем-то, и устала, наверное, от этого. А там прямо вот успела ощутить, что как-то какую-то заботу берет на себя. Именно вот мужские такие прямо ощутить успела. Насколько тот мужчина состоятелен по жизни? Ну, в плане, как личность состоялся. Есть там работа, есть там какое-то обеспечение. Ну, вот он хорошо, комфортно и перспективно себя чувствует. Это кто? Кто-кто? Новый мужчина? Ну, в общем-то, да. Он, конечно, пенсионер и работает. У него свое жилье. Там взрослая дочь отдельная семья. Он меня уже познакомил с своей семьей. Ну, сомневался, конечно, тоже поначалу. Не вот там в первый месяц присматривался. Ну, это понятно. Понятно, это понятно. Да, и вот перед Новым годом еще раз спросил, ты как ко мне относишься. Ну, видно, побаивался сразу представлять. У него сейчас будет год, как нет жены. И он так осторожничал, осторожничал, на Новый год познакомил. Потом еще несколько раз мы в семье были. В общем, ввел меня туда с дочерью. Она в семье так... В общем, вроде, да, на серьезные какие-то настроенные отношения. И прямо уже все, переезжать. И с разводом-то он меня спрашивает. Не так, что беги в ЗАГС, а ну, как бы я хочу серьезные отношения и узаконить, и переехать. Что здесь сдерживает, Ирина? Что здесь в семье сдерживает? Вот за этот месяц-полтора, вот по идее, ему уже очень изменилось. Но я как-то не воспринимаю это вот как искренность. Я как-то... Вот мне смешно все, что он делает. Вроде вот чисто формально, да, и признается, и говорит, и искренне стал говорить, чего раньше абсолютно не было. Вот, и обещание, не сомневайся во мне. Ну, вот... Они даже говорят одинаковыми фразами. Я просто офигеваю. Один в один, одинаковыми фразами. Это просто как-то... Не сомневайся. Будь уверена. До конца жизни буду любить. Вот прямо так. И тот, и этот. И здесь вот... А у меня как-то не воспринимают слова мужа всерьез. Вот как-то... Ну, говорит и говорит. Нет, ну, вам не нужны поступки, это понятно. Вам нужны поступки. К чему я и подвожу. Вот те поступки, которые совершал на протяжении жизни ваш муж. И те, которые поступки за этот непродолжительный промежуток времени совершает тот мужчина. Где больше настороженности? Вот представим картину на секунду, что ни тут, ни там не получится. Ваши действия. Где больше настороженности? Ну, наверное, в семье. Потому что я не видела чисто таких вот как прямо поступков, чтобы... Ну, понятно, всякое было, но... Там семью обеспечивал, не лентеяничал. Но опять же был период прямо, когда с алкоголем дружил. Лет десять завязал. И никак не сожалеет. И вроде в этом отношении все нормально. Ну, так, чтобы вот какую-то ситуацию помочь. И даже помочь решить. Не шло речи даже о том, чтобы он сам, там, без моего участия какое-то... Будь то, там, нахождение жилья, покупка жилья, переезд какой-то, даже смена работы. И то, как бы, получалось так, что сидит, ждет, как на блюдце что-то принесут. И бывало с моей подачей, что я им находила что-то более интересное. Ну, благодарю потом за это. Но чтобы сам, ну, очень инициативный. А так чисто просто... А может, его к этому приучили по жизни? Что, инициатива в чужих руках? Да, да, я понимаю, что да. Потому что, когда я увидела, что он бездействует ни то, ни все, уже двое детей, ничего не решается, ничего не двигается. Вначале я давала ему образ для правления, как бы, делай. Увидела, когда все, ну, в основном, и не там. Приходилось, получилось. Я потом уже понимаю, что это да, он привык к этому. Расслабился и... Но вы же одномоментно, Ирина, вы одномоментно понимаете, что от этой модели вы сразу не откажетесь. Значит, там вы тоже начнете рулить. Там будет позволено рулить вам? Это сейчас это цветочный букет приятный. А когда это жизнь, там же вы будете, вы же тоже будете, наверное, не всем довольны. Я вот к чему разговор-то веду. Насколько там? Да, я понимаю, что там, там человек, хозяин ситуации. И, ну, не знаю, я уже несколько раз как-то с легкостью воспринимала. Не могу, конечно, надолго вперед какие-то прогнозы, но чувствую, что прогнуться будет легче. Ну, мы же не про прогнуться, мы про то, чтобы отдать. Ну, да, тем словом, чтобы как-то подстроиться, принять. Хочет, пусть делает, тем более я вижу, что получается и умеет. Вот тут я готова полностью... Дочки с вами пойдут? А? Дочка с вами пойдут? Нет. Нет. Ну, Сташа, и с твоей семьей уже. Пойди погуляй. Где, Чик? Погуляй. Младшая, ну, с нами жила. Нет, она нет. Она здесь останется? Да, дома. Ну, там уже были с мужчиной разговоры. Беспрепятственно, пожалуйста, с дочерью, с детьми, с твоими, с твоими, когда хочешь, не удерживай в любое время. Там, если нужно, что-то будет. Уже сразу обозначил, что препятствовать никоим образом. Так все-таки решить-то что хотим? Понятно, что за чувства у меня. То ли это жалость, потому что, когда мужчина просит и плачет, и я вижу скачки давления вплоть до больницы, и вот полная куча, целый стаканчик препаратов, то ли это действительно так плохо, то ли это такая вот манипуляция. Нет, Ирина, скорее всего, это, знаете, ну, как есть. Когда человек прожил с другим столько времени, вот только на себя не принимаете, это со стороны, да? И когда вы так спокойно счастливы... Спокойно что? Счастливы, ну, вы в своих там отношениях, да? И при том, при всем, здесь находите и решаете какие-то дела, вроде и сюда хорошо относитесь, и все время сомневаетесь, вот это качаетесь туда-сюда, да? То, ну, мужчина понимает, что он несостоятельный. Ну, вот если бы вы взяли, поднялись бы, со скандалом ушли, ну, как это принято, он бы озлобился и сказал, да и лесом, а вы ж ему душу-то наматываете, вы ж его убиваете, понимаете, вот с наслаждением так. А он пытается, ну, как сказать, вы ж, наверное, говорили о том, что вот ты там то-то и то-то, так-то и так-то. Он говорит, хорошо, я был неправ, давай, у нас дети, у нас семья, мы столько прожили, это такая огромная привычка, да? А вы говорите, ну, я сомневаюсь, ну, я сомневаюсь. Вот это называется моральное убийство человека. Вы, если решили, и там вам хорошо, ну, вы поднимаетесь и уходите. А вы не тут и не там. Тот ждет, этот плачет, королева правит балом. Почему я и спрашиваю, если там так хорошо, и вот замечательно, и все устраивает, инициативу готовы отдать, вы тут-то что делаете? И дети, вот, знаете, вот, это, ну, вы сейчас над ними так сотворяете моральное превосходство. Значит, слишком то ли терпели, то ли решили в последний момент показать, кто вы такая. Это, наверное, ну, такая бессознательная форма, но вы им причиняете очень такую глубокую боль. Да, я вижу. Зачем? Почему я спрашиваю, если бы это действительно были чувства, и было бы все хорошо, вы поднялись бы и ушли? Ну, как-то сроки еще немножко сдерживают, как бы, там, через три месяца он предложил это, думаю, ну, наверное, это очень быстро, не ошибается ли он, надо время осмотреть. Тогда зачем наматываете им, это ваше, ну, тогда съезжайте на квартиру, как-то. Зачем устраивать кладбище дома моральное? Они вам, по большому счету, вам ничего, тем более, я вашей дочери ничего плохого вам не сделала. До февраля, в общем, так и было. До тех пор, пока мы вот с ним съездили в совместную поездку двухдневную, муж об этом знал. Ну, и вот на следующий день приехал я, и вот он, в общем, рассказывал, как бегал, как нож, да. Ну, вы понимаете, что это предательство, понимаете? Вот понимаете, что это предательство, понимаете? Вот ваши дети и ваш муж расценивают ваш поступок как предательство. Ну, да. Им очень больно, очень. А вы от этого, ну, наверное, получаете удовольствие. Вы или это прекращаете, или заканчиваете, и туда не собираетесь. Что-то делаете, потому что вы вот это между двумя мирами зависели. И тому плохо, и этим плохо, и одной вам хорошо. Тогда какой уровень страданий вы по жизни испытывали, что теперь дошло время вашего вот этого триумфа, вот этого вот всем должно быть плохо, а мне должно быть хорошо. Ну, я так вот слышала и теоретически вроде знала, что как бы решаешь, все, уходишь. Пусть там жестко, но сразу. Вы делаете очень больно. Значит, когда-то в вашей ситуации, наверное, была такая же история. И вы хотите вот это месть. Ну, это месть своего рода. Ваша месть, вашему мужу, вашим детям. За что мстите? И тому мужчине, и за что? Почему я и спросила, туда-то что тянет? Так ли действительно на самом деле, что такой он хороший, замечательный, достойный? Тот мужчина. Ну, так, чтобы вот прям сомневаться, именно какие-то качества или поступки такого, но пока вот я не увидела. Ну, опять же, времени, да, сколько? Просто вы сейчас для себя проиграете определенный сценарий, что вас сюда могут не взять, и там может не получиться. Чтобы для вас это не было ужасом, и крышу не снесло. Вот просто проиграете. Так вот для себя понимание, что вы вдруг в этом случае будете делать. Вы зависли надолго. Это долго. Долго. Причинять людям так боль, близким, которые вас видели, самого родного человека, это долго. Лучше со скандалом уйти. Ну, по скандали сказать, все, я ушла, дочь, а ты со мной, без меня, я ушла, и все, да. Не мотайте душу людям, они вам ничего не сделали. Вы влюбились, ваш муж, вы с ним жили, он хороший-плохой, вы его выбрали, вы родили от него двоих детей. Ну, вот так смотрим, да. И потом открывается факт, что самый близкий его человек, какой бы он ни был, вы с ним жили, понимаете. Вы с ним спали в одной кровати, вы воспитывали двоих детей. Он все, что мог в рамках своего там умения, да, разумения, он все делал, кормил, содержал, одевал, обувал. Вы с ним спали, еще раз говорю, в одной кровати. И потом через промежуток времени вы сидите, говорите, милый, я хочу с тобой поговорить. Это называется удар в спину. Это больно. Ну, я не могу сказать, что как бы совсем как гром среди ясного неба. Он же не мог, наверное, чувствовать. Мне кажется, что если у одного такие чувства, и на поведение же это сказывалось у нас, и на общение. Да мало ли что сказывалось. Вы заявили, понимаете, это факт налицо. Мы, женщины, можем на всякие ухищрения идти, но сначала нужно с собой договориться, себя оправдать, его опустить ниже плинтуса. И потом пойти и сказать, вот там меня любят, там, почему я вот еще раз говорю, вы или уходите, или как-то трансформируйте отношения. Или, ну, там, не знаю, к подружке поезжайте, поживите. Но им с вами на вас смотреть, когда вы от них отказались, это очень больно. Ну, себя поставьте на их место. А вы сомневаетесь. Понимаете? Ну, тот-то второй мужчина, он про сомнений нет. Я просто, я жду сейчас, ну, как бы, назначаешь дату и приезжаешь, все. Ну, так вы ж назначайте, да, тут. Ну, так назначайте дату. Вы ж не тут, не там, Ир. Тут привычно и тут королева, а там... Вот вы тянете резину, да. Ну, а эти-то в чем виноваты? Если они вам, ну, не очень нужны, там, что-то изменилось. Ну, вы имеете человеческие качества. Не наматывайте им душ. Ну, вам придется рано или поздно тогда испытывать то же самое. Ну, зачем? Неплохо, нехорошо, изменилась ситуация. Вы встретили другого мужчину, имеете право, каждый не застрахован, все. Но только тем, с кем были, вот, и те, которые для вас делали все, что они могут, ну, они в чем виноваты? А если бы вы не встретили того мужчину, вот вы так бы и жили бы еще 20 лет. Ну, нет, кстати, я ему сказала, когда еще он не знал про мужчину, я предложила развестись. Я говорю, я объяснила, что между нами все уже плохо. Я ухожу не просто к нему, там, к кому-то, к какому-то, а просто хочу расстаться с тобой, чтобы, ну, и тебе дать шанс, возможно. Ирина, если бы вы это хотели сделать, вы бы это сделали. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Вы пока не нашли, куда, к кому, вы не дернулись. Так вы и даже сейчас-то не дергаетесь. Ну, увидите, что вы делаете. Вы хотите, вот, подпитаться, вот, глядячи, как вы его прогнули. Глядячи на эти таблетки, условно, вы его победили. Я реально опасалась именно за здоровье. Я уж не знаю, осознанно это или нет. На самом деле опасалась. Потому что, зная, как он ведет себя в стрессовых ситуациях, когда там с работой были неприятности, еще какие-то с родителями. Я видела, как он себя вел, когда там, ну, что-то не складывается. Как он, ну, истерит даже, панике поддается. Вот. И я прямо, ну, реально опасалась за здоровье. Когда там давление под 200, шпа. Вы у меня пропали. А с другой стороны, как я могу? Ир, вот знаете, чем стресс, вот, один раз, условно, ударили по голове, да? Вот, моментально было больно, а потом человек выздоравливает. А вы сейчас что с ним делаете? А вы его убиваете каждый день. Вот он приходит домой, заходит на вас, смотрит и понимает, да? Что вот он там, ну, ничтожество в ваших глазах. Что он ничего не смог, что он не мужич, что он там, ну, не то, не сё, да? Ну, это же ужас какой. Значит, вам дать хорошо, да? Взять, чемодан собрать и выкинуть. Вот, это было бы в идеале. И тогда и вы быстренько решение приняли, и его подпустила. Но по какой-то причине он этого не делает. Значит, ему очень больно, и он внутри себя сам, ну, разрушает. А вы этим пользуетесь. Почему, говорю, ну, вы-то поднимитесь чуть выше. Когда ушёл, ну, ушла, и всё, и оно как-то переболит, там, пересключится и пойдёт, пойдёт, там, дай бог, выздоровление. Пока вы там находитесь, выздоровления не будет. И вам это нравится. Вы получаете от этого удовольствие. Так вот, я ещё раз спрошу, вы от любви от той получаете удовольствие? Или от того, что этого добиваете, получаете удовольствие? Очень важный вопрос, на самом деле. Обычно, как в песне поётся, босиком по снегу побежала, и всё. А тут нет. Тут ещё времени не пришло. Ну, да, я думала про это. Думаю, было бы 19 лет, но я так бы сделала. А тут столько вот взвешиваешь, взвешиваешь. Изменится-то, подождите, что изменится? Вот тот такой предлагает вот это. Вы это уберёте, устраивает вы вот это вот. Это новая жизнь, с новыми там трудностями, с какими-то новыми заморочками. Но вы это или принимаете, и уходите, и всё. Так вы то-то не особо, ну, там, побегушки, развлекушки. А тут-то я ж звезда. Понимаете? Так что больше нравится, тут звездой быть или в новую жизнь идти? Вот в чём вопрос? Нет, такой звездой уже не хочу. Так тогда о чём разговариваем тогда мы с вами? Что вас здесь сдерживает тогда? Думаю, уйду я туда, буду наслаждаться. Вдруг как-то и буду чувствовать тебя там счастливой, любимой. А вдруг вот это вот чувство... А вы здесь... Будет меня долбить. Подождите, а здесь вы чем наслаждаетесь, минутку? Неужели вам... А здесь ничем уже ничем. Так неужели вам приятно смотреть на мужчину, которого вы убиваете своими поступками? Мало того, ещё и дочери на него смотрят. Вот ваши дочи будут жить точно так же со своими будущими мужьями. Вы чему учитесь идти? Ну любите, идите с Богом. Он вас отпустил, вас ничего не держит. Чего вы после себя-то себя пытаетесь выжженное поле оставить? Так вот здесь больше нравится, чем туда. Вы слышите меня. Я думала, что вы говорите, что это долго. Мне казалось, что это далеко не долго. А сколько нужно? Как-то... А сколько нужно, Ира? Ну да вот полгода я так себе давала. Переверните ситуацию. Станьте на его место. Полгода. Хорошо? Полгода. Каждый день. Тогда промежуточный этап сделайте. Тогда побудьте, снимите квартиру, побудьте сама немножко. Так, чтобы разобраться и понять, что происходит. Потому что тут держитесь насмерть. А там пусть побудет на всякий случай. Тогда чего-то хотите добиться. Но это очень глубоко, и вы туда даже никак не опускаетесь. Ну вот любовь, она ж зла, да? Если туда зовут, и там все так хорошо, ну... Прямо вот раз-два и в дамках, если там хорошо так. Чего нет-то? Ничего не держит. Все договорено, проговорено. Все отлично. Все прямо в чемоданчике, нижнее белье и побежала. Ну да, да. А вы-то здесь-то за что держитесь? А я еще здесь. И еще полгода собрались здесь будете? Причина какая? Давайте прояснять. Вы здесь, и отсюда вы не очень хотите уходить. Значит, или там что-то не устраивает, пытаетесь замазать. Или здесь что-то важное хотите получить? Это так, между двумя мирами. Я не в той ситуации, когда все про все знают. Полгода знакомства с новым человеком. Хоть как-то понятно, там встречи, там одно-двухдневное за 2-3 месяца. Тогда снимайте квартиру и уходите. И встречайте с ним хоть два года еще. Вопросы у меня. Здесь перестаньте гадить. Тогда тот мужчина вам не нагадит. Вот я вас о чем пытаюсь предупредить. Если вы здесь так поступаете, значит, по отношению к вам тоже кто-то так поступит. Зачем? Вот вы своего мужа наказываете за что-то очень здорово. Значит, или родители... Да, за то, что в какое-то время постепенно испытывала от него то, что вот сейчас он, когда он рассказывал, что он сейчас чувствует, я говорю, ты понимаешь, я по чуть-чуть, по чуть-чуть, несколько раз это тоже уже чувствовала. Ну, как-то приходилось переваривать это, переживать, опускать туда. Ну, вы повыше будете. Мы же женщины хотим того, не хотим. Все-таки у нас-то любви больше. Мы же жизни даем. Снимите квартиру. И вы сами, сама с собой немножечко разберетесь. И вам полегче станет. Нельзя идти по жизни и гадить. Ну, да, у меня была такая мысль. Паузу времени немножко. Не надо из-под одного к другому. С холодной головой. Да. Потому что там идеализируете, а здесь обвиняете. Так ли это? Так ли это? Я вот задавала себе, ну, несколько раз вопрос. Думаю, ну, почему у меня желание было? Даже попытки две уже были. Расставание. Причем там мужчин не было. Просто хотелось с ним развестись, с ним куда-то идти. Ир, да мы всю жизнь на диетах сидим. Ира, 1252 попытки. И ни хрена толку. Ну, вот я думаю, что меня удерживает. Миллион раз задавала себе этот вопрос. Думаю, ну, почему? Я то ли такая инертная. Нет, тут есть какая-то выгода. Какая-то выгода есть. И она очень значимая. Она пока все перевешивает. Вот она такая в глубине. Вот тут вы уже точно знаете, что будет так, как нужно вам. А вот это все можно придумать. Да, вот здесь я сейчас уже знаю, что вот сейчас точно будет. Но мне уже это вот как-то даже чувство тошноты вызывает. Уже не хочется. Знаю, 100% знаю. Да даже 200% знаю. Ну, вот уже там, иди туда, принеси. И то, и все будет выполнено вот так. А уже не хочется. А уже неинтересно. А вы же его уже победили. Все. Уже неинтересно. Нужен следующий. А там, наверное, сомнение насчет победить. Ну, не знаю. Пока вижу, что как-то хочется новое. Другое. И попробовать прямо хочется в другой роли себя по-другому ощутить. Да кто ж мешает-то, Ира? Кроме себя самой, кто мешает? Ну да. Вот это сижу, это кино кручу. Ну, сижу-то здесь, а не там. Вот странно же. Хоть какой-нибудь промежуточный этап сделайте. Ну, вот так меня больше только временной сдерживало. Чисто вот физическое время. Пока был там второй, третий месяц. В чем суть-то физического времени? Ну, в чем это вот? Ну, что изменится через полгода? Он что, помолодеет, поумнеет тот товарищ? Ну, что изменится? Ему на 17 лет он старше вас. Это ж уже, слава тебе, Господи. Там уже или есть там что-то, стержень вот тут, или и не было, и не заходило, и не надо. Что за полгода... Еще раз говорю. Что за полгода изменится? Ну да, хотя ключевое что-то, вот что действительно, это же видно. Дело не в том, что тот есть. Дело в том, что тут нравится. Услышьте меня. Вот вы как-то победили. И никак не можете этим насытиться. Ну, хочется потоптаться каблучками по согнутой спине. Ну, не опускайтесь до этого. А почему-то у меня такое, то ли это не настоящее, то ли мне вот действительно хочется, чтобы он с кем-то познакомился, кого-то нашел, и чтобы вот прямо меня забыл. Или это... Вот это вина называется. Это вина называется. Ваша вина. Вы свое предательство, вот так хотите красиво, ну вот, преподнести. Я желаю тебе счастья. А мы же так всегда говорим? Ну, с одной стороны, я не знаю, может действительно любят, может быть просто привык, и чувствует, что вот выбили ногу, из-за одного к почву, и чтобы хоть как-то, там, про него, не знаю, не понимаю, мне хоть как-то его... Ирина, а вы с ним 25 лет прожили. И вы не знаете, любит ваш муж вас или нет? Вы слышите, что вы говорите? Когда вы 25 лет с этим человеком, что делали? У вас двое детей. А мы молчали. Каждый делали, ну, по большому счету, свое дело. Ну, где-то пересекались в каких-то общих. А так, чтобы прямо вот обсуждать и участвовать в жизни друг друга. Так почему сейчас такой интенсив-то? Вот такое сейчас проникновенное участие. Вы так прониклись, что, не дай бог, у него сердце будет больное. Вот эти таблетки вас напрягают. Еще там чего-то, Ир. Да, это напрягало, когда, видишь, когда человек так вот вот-вот умрет, ну, круговыражаясь, и а если это совпало с моментом развода, значит, виновата я? Да, мы сейчас не про вину, кто-то виноват, мы сейчас про то, кто что делает. Вот вы ему доставляете массу, вот массу неприятных событий, не очень приятно, я так думаю, даже находиться с вами, потому что больно. Но вас по какой-то, только вам, ведомой причине, не сдвинешь. Но все в курсе событий. Тот сидит, ждет, что она там с мужем как-то выберет, не выберет, приедет, не приедет, да. Тут я, значит, как-то разбираюсь, а вдруг ему там надо валидольчику копнуть, такая заботка, да. Но все все знают, что от меня все зависит. Так ли это, Ира? Так ли это? Почему, говорю, вы выйдите из ситуации, снимите квартиру там у кого-нибудь, вы хоть месячишко-то на это со стороны посмотрите вообще на этот ужас. Это вы думаете, вы рули? Ну, очень я сомневаюсь. Дай бог, чтобы это так было. Но вы бы не, вы бы уже, ну, на крыльях любви уже побежали. Что-то не так. Вы тут насмерть. Да я, в общем-то, это и делаю. Я как девчонка после работы, бывает, уезжаю, там как-то на ночь остаюсь. И неожиданно все это. База, база где, Ира? База. Знаете как, все на базу. Да. Вот база где? Вот это я, как-то так, чтобы не на камеру, ну, вспомнила молодость, буду корректной, да? Ну, оттуда носочки, зубную щетку, там что-то там, туфельки, сумочку, и на базу. Пешком, ползком, ну, на базу. Правда? Так вот надо посмотреть, где вам будет лучше. Нет плохого, хорошего, услышьте меня. Вам нужно выйти из этого и действительно посмотреть, куда же все-таки, кому душу открыть и с кем, ну, там, остаток жизни прожить. Сейчас в этой ситуации вы не сможете сделать, почему вы не тут, не там? У вас решение, ну, нет, вы и там эмоциональное, и тут вина, и тут, вот вы понимаете, что вы гадите. Да выйдите из ситуации, просто выйдите. Побудьте хотя бы вот эту неделю, сама с собой, увидите, что происходит. Просто со стороны посмотрите, походите, погуляйте, немножко сама с собой побудьте. Потому что мало того, что эти двое не очень сейчас в хорошем состоянии, вы еще и себя несчастной можете сделать. Зачем это вам нужно? Три, еще две девочки, ну, это так себе история. Да, пожалуй, это правильно. Там же хоть гостиницу, они сейчас снимают, там что-то за полцены отдают. Хоть в гостинице поживите там неделю-две, какой-нибудь за городом там где-нибудь, вот погуляйте, походите, вообще вот, ну, немножко. Пока две недели нам всем дали. Да, да, да. Побудьте сама с собой. Это все под меня подстроено было. Да, конечно, больше ж не под кого, только под вас все. Ирина, а вы, я видела, ну, как-то вот по, ну, по гороскопам, думаете, это влияние как-то оказывает на людей? Я, по-моему, нет, я с гороскопами, ну, я ими и не занималась, это такое наполнение. Вы часто спрашиваете, кто вы там, кто он в парах. Это не гороскоп, это наполнение человека, ну, психосоматическое, и психологическое. да, да, да. давайте я вам расскажу, кто. Вас я и так знаю, что вы весы. Что есть? Вы кто? Весы? Да. Ну, тут, у меня это вообще, это по жизни. Я вас узнаю там за три километра. У вас очень специфическая форма наказания людей. мне очень нравился свой знак. Да нет, еще раз, плохих, хороших. Да, есть заложенные качества, которые, ну, на самом деле, люди не очень осознают. Угу. Вот вы, если никому, никому не причините какую-нибудь такую характерную боль, вот такой, с улыбкой на лице, да, вам будет не очень хорошо. Да. Теперь скажите, кто муж, и кто там будущий супруг, который намечает. Я вам скажу их качественно. А муж близнец? Ну, прямо, не знаю, на близнеца он не похож. Не правда. Вот послышите, близнецы, 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 всю жизнь наказанные мамой. И они на женщину, они ее, знаете как, или любят, или ненавидят. Если женщина по отношению к нему, ну, вот в него верит, чуть-чуть его поддерживает, они достаточно успешные по жизни. Если не цепиваются, это так. Хотя он вам, ну, вы, по идее, должны были разговаривать на одном языке. Да, по идее. Там что-то, или вы маму его напоминали, вот эта пила дружба с утра до ночи была, на чувство вини, и ты должен. И такое протестное, ничего не буду. Такой ушел, замкнутый, да? А второй у нас кто? Скорпион. Ну, начало Скорпиона, месяц тот же, что и я, конец. Вы сама себя любите, вам нравится? Вы сама себя любите? Что нравится? Ну, образ жизни, отношение к людям, требование, свой, 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 свой. Ну, вот образ жизни, обран мышления, вот вы сама себе нравитесь? Ну, в общем, да, скорее, да. На два умножайте. А? На два умножайте. И любуйтесь. Скорпион? Да, и любуйтесь. Ага. Это вы в два в квадрате. Ага. Изменение сценария бесконечно. Изменение? Да. Требование подчинения, молчаливое такое ожидание. Вот все так. Ну, потом улыбка с такими честными глазами. Ну, все то же самое, что и вы. И вечно чуть-чуть, вот чуть-чуть, не так недоволен. Ну, чуть-чуть. Самую малость. Но обязательно об этом скажу. Вот все хорошо, замечательно. Ну, вот тут чуть-чуть не так. Это Скорпион такой. Угу. Но я в жизни знала только одного Скорпиона. Да. Свою маму. Больше других не было. Так, поверхностные какие-то, но они были не похожи на тех Скорпионов. Вот. Ну, тут я ощутила сюрприз этого знака. Нет плохих, хороших знаков, услышите меня. Есть наполнение. И вот если в обычной жизни вроде все хорошо попускает, но как только начинается напряжение, да, вот вы как и ваш муж, чем вы схожи? Вы хотите, чтобы он вам внимание отдавал, а он хочет, чтобы вы ему. И брек. Нет бы договориться, нет бы какие-нибудь там праздники устроить бы там то да сё, так как-то так бы. И обоюдно бы это всё. Ну, двое в праведном гневе, потому что каждый свои заслуги считает за спиной другого. Ну да, на последних стадиях уже так это было. А до этого идёт ожидание. я полностью старалась. Ну, он чем-то вас не оправдал. Слишком вам много позволил это назвать. Вот там позволять вам не будут, сразу говорю. Там столбится территория по периметру. прям вот. А я в какое-то время уже почувствовала, что даже, ну, ещё не с этим человеком, что мне как бы неплохо бы рамки какие-то, да, как-то ограничивать. Пожёстче, потвёрже, а тут... Там запросто. А здесь вы его просто добили. Он с вами не справился, и всё. И он перестал вам быть интересен. Так что не травите ему душу, выходите. Выходите, в гостиницу поживите. Ну, в силу... Это последняя фраза? Уходите, в гостиницу поживите, и уже туда. И он вас приедет, заберёт, будет праздник. Почему-нибудь. А я вот ещё несколько раз слышала, ну, как-то там, в консультациях, вы иногда прямо так, ну, чётко, девочкам. Рассказывают они какую-то историю, и не понимают, как мужчина так ведёт себя, ну, на что это... Показатель чего, вот, допустим, такое-то поведение. Здесь, вот, в моей ситуации, там, с одного мужчиной, с другого мужчину, есть какие-то... Видится вам что-то такое, что, вот, допустим, мужчина, чисто выгоду для себя, удобство для себя. Понятно, мы все удобства ищем. Нет, тут вы руководите процессом. Тут мужчины, пока тот ещё с вами не столкнулся, а этого вы уже добили. Всё. Тут вы правите балом. Вам нельзя, как вы верно сказали, много чего позволять. Нельзя. Вы прямо на голову садитесь, и ножки свешиваете и говорите, ну, поехали тут все, я сказала. Почему Скорпиончик, ну, если он руководитель, дай бог, то, может, он вас воспитает. Кто второй? Да. Не совсем руководитель. Ну, кто он? Подчинение людей. Скорее, у меня у мужа подчинение люди были. Ну, мужа вы добились подтяжка, ещё раз вам говорю. Не сразу. Вы же всё с улыбочкой делаете, ты с улыбочкой. Вы же не скандалите никогда. Ну, так. Тихо. Вода, вода, как камень точит, тихо. Тут подстегнули, тут там, тут вот так, всё так, так. А если... Бывали скандалы, конечно, когда уже совсем так не выдерживала, давала более чувством, и всё равно... Ну, когда не срабатывало. А так вы тихим сапом подчиняете, тихим сапом. Вам очень сложно говорить. Вы всё время делаете так с улыбочкой на лице. Делаете, 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 копите, копите, копите. Потом как оно выльется. Можешь, господи, откуда? Откуда? И сразу побежали в другую сторону. Вот типа я там звезда. Ещё раз говорю, подумайте, Ирина, две недели выйдите из ситуации, посмотрите. Скорпионы, мужики, они, в отличие от близнец, они глубоко там есть. Если что-то будет, вы нарушите его пространство без его ведома. И как-то будете себя не так вести, как он привык там, и что-то, да? Он переступит и пойдёт. Он плакать, как близнец, не будет. Это тот плачет, а мастерит, тот надувается не хуже вас. Это танк-убийца такая, знаете, бронемашина. И сдвинуть очень сложно. почему, говорю, посмотрите ещё раз. Но с этим вы точно не останетесь, потому что вам это уже неинтересно. Уже всё. Победа за вами. 1-0 в вашу пользу. Ну, что-то, да, она не очень радует. Ну, это уже неинтересно. Уже всё. Вам интересно побеждать. Побеждать интересно. Ставить в управление людей. А когда вы их уже победили, уже неинтересно. Но биться за то, чтобы кого-то поставить в управление, вы можете на это положить всюду. Вот 25 лет положили, смогла. Следующий там. Медаль. Да, да, да. Да, да, да. Почему, говорю, подумайте ещё раз. Ну, по крайней мере, позвольте себе, дайте время, чтобы не сразу вот туда, а так хотя бы с пониманием там пообщайтесь. Ну, я не знаю, кого-нибудь сейчас-то особо не выпустят никуда. Ну, хотя бы там куда-то съездить, там хоть за город куда-нибудь там чуть-чуть побудьте. Но уже немножко другим взглядом посмотрите. И, ну, так услышьте, как он жил. Почему жена там умерла? Ну, что такое? Вот. Ну, чуть-чуть информацию соберите. Ну, это я, да. Это вы спрашивали. Здесь, кстати, обнаружила у себя, что получается уже прямо говорить, спрашивать, вопросы задавать, выяснять, самой отвечать на его вопросы. для меня это прямо новое-новое. Ну, страшно. Ну, мне, кстати, очень понравилось, да, себя по-другому ощущаешь. Молчатки уже хватит. Да сколько ж можно. Есть опыт. Это же жутко в себе все перекручивать. Угу. Погуляйте сама, Ира, погуляйте. Позвольте себе, что ж вы все за что-то где-то бьетесь, за какую-то территорию, все там перекручиваете, все переверчиваете. Ну, побудьте сама с собой. Позвольте себе чуть-чуть. Я благодарилась. Пожалуйста. Обращайтесь. Не торопитесь. Ну, и больно здесь не делайте. Не надо. Угу. Все вернется. Не надо. Не надо. Не добивайте. И хотела по-другому, и никак. Ну, это классно. Это власть, это классно. Или такое бессознательная победа, она делает ужасные вещи с людьми. Но это душу греет. Пускай маленькая, пускай вот такая, но все равно я победила. А предлагать мне супругу какие-то вот, допустим, ну, какую-то поддержку в плане, ну, какие-то вопросы вытагогические, на первых парах. Да отстаньте от него. Он справится. До свидания, да? Не так до свидания, а вот по-хорошему идите. Вы с этим, ну, просто увидьте вы с ним 25 лет. Ну, по крайней мере, уважение, что у вас к нему есть, он отец ваших детей. Ну, это человек, с которым так или иначе вам все равно придется сталкиваться по жизни из расчета задач каких-то там ваших дочерей. Вы или рвете, или вот эту вот резинку натягиваете на кулак, да? Как-то, ну, попроще. Переведите его в ранг друзей, близкого человека, родственника, родственника, такого вот, близкого родственника, человека, которого вы хорошо знаете. Он отец ваших дочерей. И просто скажите, что вот, что бы ни происходило, как бы ни сложились наши личные с тобой отношения, давай мы с тобой договоримся, да? что вот все, что касается там каких-то дел наших совместных, которые двигаются там, все равно закончится. Да, да, это я и говорила То, что дочерей все порешаем, а сейчас я вот все-таки уйду, чтобы не причинять тебе столько боли. Ну, будьте почестнее, пожалуйста. Угу. Хорошо? Спасибо, попрощаться, наверное, будем. Да. Да, ну, вам достаточно, я думаю. Теперь сделайте. Ир, сделайте. Для себя сделайте, легче будет. Хорошо? Да, да. Всего доброго тогда. Спасибо, услышала. Спасибо. И вам всего доброго. Спасибо. Спасибо.